Здравствуйте, уважаемые зрители программы «Библейский час». Мы приветствуем вас сегодня в студии радиотелецентра «Голос надежды», а также я рад приветствовать нашего гостя, проповедника Ничика Василия Ивановича. Здравствуйте! В начале нашей программы, прежде чем мы будем открывать Слово Божье, размышлять о притчах Иисуса Христа, я хочу перевернуть вот эти песочные часы, которые будут напоминать нам о времени и нашей программы, а также и о том времени, в котором мы живем, и о времени нашей собственной жизни, для того, чтобы мы с вами могли мудро использовать тот дар, наверное, главный дар, который нам дарует Творец, это время, которое мы можем использовать, приобретая мудрость, и использовать его во славу Божью и во спасение людям. Итак, сегодня наш разговор пойдет об интересной притче, которая имеет отношение к горчичному зерну. Что это за притча? И что она иллюстрирует в целом? Очень интересно, что эта притча стоит в ряду других притчей Иисуса Христа о Царстве Небесном. Когда Христос говорит, чему подобно Царство Небесное. И если нам открыть Евангелие от Матфея, 13 главу, 31-32 стих, то здесь мы прочитаем эту коротенькую притчу. Иную притчу предложил Иисус им, говоря, «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Да, интересный текст. А кому он был прежде всего адресован вот в контексте того времени, в которое Христос проповедовал? Слушателями этой притчи Иисуса Христа были ученики Иисуса и народ, которым Иисус изъяснял притчами идеи Царства Небесного. И очень интересно, что действительно горчичное зерно, оно очень такое маленькое само по себе. Но когда я посмотрел, какие уже вырастают сами растения после выросшего этого зерна горчичного… Это горчичный куст, да, или дерево, как это называется. Да, оно практически, если его не повредить, оно вырастает в дерево, и очень густая листва этого дерева. Вот почему здесь Иисус говорит так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Потому что это дерево, оно становится в жаркий, знойный день очень хорошей тенью, где можно спрятаться, где можно отдохнуть от знойного солнца. И когда Иисус Христос говорил эту притчу, то горчичные растения были везде. То есть это было повсеместно, да? Это повсеместно распространенные растения, которого было очень много в Палестине в то время. Поэтому для слушателей Иисуса Христа эта как бы идея вот этого растения, она не была какой-то новой и непонятной. Ну а какова главная идея тогда? Что именно Христос хотел донести до своих слушателей? Главная идея, как я ее вижу здесь, заключается в том, что Царство Небесное, оно никогда не начинается с чего-то великого. По крайней мере, так оно получается у нас на земле, на которой присутствует сегодня грех. Люди вообще ожидают всего и сразу, как правило. Такова природа человеческая. Чаще всего нам хочется всего сразу и много. Кстати, я вспоминаю по этому поводу один тест, который провели ученые. Они взяли детский класс школьников. Это четвертый класс был. И они сказали, или ты сейчас же получаешь билет в Диснейленд, и сегодня же едешь, посещаешь Диснейленд, или ты получаешь крупную сумму денег, но через год. Только один мальчик выбрал крупную сумму денег через год, но когда он увидел, что весь класс выбрал билет в Диснейленд, он передумал и тоже взял билет в Диснейленд. То есть это говорит о том, что ждать мы не хотим. Мы хотим все и сейчас. Такова природа человеческая. Хотя во взрослом уже состоянии у человека что-то меняется и корректируется, но в целом, наверное, доминанта нам понятно. А здесь совсем другой принцип, не так ли? С одной стороны так, а с другой стороны мы можем увидеть с вами то, что в принципе ожидания человеческого рода, они действительно всегда где-то вот получают свое воздаяние не в полной мере сразу. Давайте вот вспомним несколько таких примеров из Священного Писания. Ну вот, например, мы можем посмотреть на историю Ноя. Ной был один из великого множества его современников. Но когда дело дошло до того, что Господь говорит, я хочу спасти человечество, построить и ковчег, и войдешь туда ты, Ной, Бог говорит, Ной и твоя семья, Ной звал других людей. Он звал, и он говорил, вот будет бедствие. Но мы видим, что немногие пошли за Ноем. Дальше мы видим, после того, когда прошел потоп, от потомков семьи, от сыновей семьи Ноя пошел весь род человеческий. Дальше, глядя на историю вот народа Божьего, Бог находит одного Авраама. И как он его характеризует, что это был единственный из всех его современников, который как-то хотя бы сердцем своим склонялся к Богу, хотя, несмотря на то, что он рос в семье отца своего Фары, который был гончаром, и лепил из глины идолов. И вырос в таких условиях Авраам. Но мы видим, что позже Бог призывает одного Авраама. Но потомки Авраама, которые становятся сыновьями Божьими, великое множество. Пример Израиля, вход в Египет. Всего 70 душ вошло, как Священное Писание нам об этом свидетельствует. А чем закончивается? Это большой народ. Миллионный народ. Да. А если посмотреть, когда Иисус Христос пришел на нашу землю, сколько Он собрал всего вокруг себя своих последователей, учеников, которые с Ним всегда были. Изначально, конечно, их было много, но когда Он начал учить, многие соблазнились о Нем. И осталось всего 12. Но мы с вами видим сегодня, как христианский мир распространился по всей земле. И мы видим, что сегодня об Иисусе Христе знают очень многие. Также примеры реформаторов, скажем, в истории западноевропейской церкви, где была реформация в средние века и потом уже в новое время. То есть возникала такая ситуация, скажем, если взять Ян Гус, великий чешский реформатор, то есть он один поднял голос, но потом к нему стали присоединяться многие, и организовалось гусицкое братство. И 200 лет Чехия была очень таким, ну что ли, кипящим котлом именно в плане поиска библейской истины, которую гуситы начали. И потом эстафету принял Мартин Лютер с годами позже, уже в начале 16 века. И сегодня мы знаем, что многие страны являются протестантскими в западном мире. Но все это благодаря тому... Тому малому, что тогда начало расти. То есть тот же самый принцип. И какой вот главный принцип из этих всех примеров вы могли бы выделить? Что Царство Небесное, оно всегда начинается с малого. Но оно увеличивается, и затем оно наполняет все вокруг. Так что многие те, кто находятся рядом, они могут получить и утешение, они могут получить поддержку, находясь рядом с тем царством, которое Господь желает созидать. Я вспоминаю слова, которые когда-то сказал Бог Аврааму. Он говорит, в тебе благословятся все народы. Где ты будешь, то тем, кто будут рядом с тобой, будет хорошо. Вот это вот идея опять-таки. Зерно горчичное, которое вырастает в дерево, и там могут прятаться птицы. И им хорошо там. И поэтому, конечно же, мы видим вот эту идею горчичного зерна, как такого малого, но приносящими большие результаты, большие плоды. Мы это можем увидеть в другой такой метафорической фразе Иисуса Христа, в его учении, когда он говорит, «Если вера ваша будет или была бы хотя бы с размер горчичного зерна, тогда вы смогли бы горы передвигать по вере вашей. Вы могли бы молиться Богу о чем-то великом, и это исполнялось бы». Мы видим вот эту идею исполнения того, что не нужно ожидать в своей жизни чего-то многого сразу. Не нужно думать о том, что нам необходимо творить великое сегодня, делать то малое. И расстраиваться, может, от того, что это великое еще не происходит, да? Может быть, действительно зреет вот это зерно, и оно растет постепенно. Поэтому, когда Иисус говорит, «Верный в малом, и в великом будет верен». Говорит тому, кто малое делает правильно и честно, и последовательно, тому будет дано больше, и он сможет приобрести большее. То есть, это идея малых дел, малых побед, которые соединяются все время в что-то большее, 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 большее. Вот еще такой момент. Когда Христос рассказывал эту притчу о Царстве Небесном, ведь его наверняка слушали и фарисеи, которые были уверены, что Царство-то Небесное в их руках, говорила ли эта притча что-то и им вот в контексте малых дел и вот малой веры, которая потом распространяется. Потому что ведь и сегодня многие люди, может быть, тоже думают, что у них уже все в порядке в этом плане, и к их святости, к их добрым делам уже нечего добавить. И они, может быть, так же уверены, как тогда фарисеи, в то время, которое осудили потом в конце Христа, на смерть были убеждены в том, что у них ключи от Царства Небесного. Кстати, о которых он и сказал, вы имеете ключи Царства, но сами не вошли и хотящим войти воспротивились. Безусловно. Иисус этими словами говорил и фарисеям о том, что они относились с пренебрежением к тем, кто были рядом. Иисус почему очень часто обличал эту группу людей, которые полагались на свою богословскую ученность, на то, что они знают все, они знают учения Священного Писания, они знают, как все правильно делать, и они в своей жизни очень многое придерживаются и делают максимально. Но порой это и очень хорошие принципы были у них, которые проявлялись в их жизни, но мотивы, наверное, были не те, которые должны были. Иисусу Христу пришлось однажды сказать, что вы правильно делаете, когда соблюдаете одни принципы Священного Писания, но не нужно забывать и другие. Бог почему, и мы читаем в Ветхом Завете, не один раз обращаясь к народу израильскому, Он говорит, я хочу от вас не просто, чтобы вы жертвы приносили, чтобы вы молитвы творили, приходили, я хочу от вас милосердия, я хочу от вас того, чтобы вы относились справедливостью к вашим ближним. Но человеку чаще всего кажется, Богу надо большое пожертвование, Богу надо, значит, если посвятить, то посвятить очень много, если говорить о вере в Бога, то значит, это нужно прямо вот всю свою жизнь сегодняшнюю перечеркнуть, вот это будет человек верующий. Но ведь Бог говорит, не это мне нужно, мне нужно просто ваше искреннее, скромное, простое сердце, которое умеет любить, которое умеет прощать, которое просто может быть искренним. И если это будет в вашей жизни, то в этом случае Бог говорит, для меня вот это ценнее всего, вот это вот сравнение, малое горчичное зерно, которое может принести пользу. И выгрызти как раз в то самое Царство Небесное, проиллюстрировать, которое он и хотел. А вот теперь вопрос. Людям знакомы были принципы функционирования и взаимоотношения земных царств. Потому что там принципы нам хорошо известны и сегодня, но говорит ли что-либо этой притче Христос в отношении Небесного Царства и того, какие принципы там будут на первом месте? Здесь мы с вами видим в отношении принципов Царства Небесного из этой притчи, что прежде всего для Царства Небесного свойственно посвящение и для Царства Небесного больше свойственно чистота. То, что начинается вот в малом, в простом, в чем-то и не творится сразу великое. То есть это не могут быть принципы силы, власти, которые в общем-то используются очень широко в земных царствах. Это принципы, которые построены на милосердии, на справедливости, на честности. То, что в современном мире очень часто оказывается пренебрегаемо. Потому что, скажем, такие ценности Царства Божьего, я бы так сказал, потому что Христос говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют Божье Царство, Божью Землю, которую Бог даст. А сегодня в нашем мире кротость сравни с чем-то ущербным. Ущербностью человеческой, что эти люди, которые кроткие, это люди, которые не могут добиться ничего в жизни своей, за себя постоять, не могут каких-то проблем решить. И кротость является уже не ценностью, а наоборот тем, от чего стоило бы избавляться. А агрессия, она выходит как, главное, добродетель. Как добродетель, та ценность, которую необходимо себе развивать, расширять, потому что благодаря этому можно достигнуть чего-то в жизни. И вот этот перекос ценностный, он как раз является тем, что перечеркивает ценности, предлагаемые Богом для Его Царства. вот если обратить внимание на то, что ведь горчичное зерно, оно как и в больших человеческих сообществах, может прорастать своими новыми идеями, как это было, например, со времен реформации, и эти идеи потом захватили миллионы людей, и это стало протестантизм, скажем, в истории христианской, он стал большим деревом, или другие какие-то примеры церковной истории, а если взять личностный момент, вот есть текст, апостол Павел пишет Ефесянам во второй главе, в восьмом стихе, он говорит, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, не от дел, Божий дар, дабы никто не хвалился, и вот если сравнивать горчичное зерно с началом веры, которое расширяется и потом утверждается, вырастая в большое дерево, то, наверное, правомерно и взять принцип благодати, которая начинает влиять на человеческое сердце. Вот как этот принцип можно соединить с притчей Иисуса Христа? Есть ли здесь какая-то параллель на личностном уровне? Ну вот если вспомнить те слова Иисуса Христа, когда он говорит, что если вера ваша будет хотя бы с горчичное зерно, то вы сможете творить великое, да? Вот в этом открывается то, что когда человек хотя бы имеет в себе малую веру, чтобы сделать шаг навстречу Богу, доверив ему в своей жизни руководство, доверив ему, что если я хотя бы в чем-то буду пытаться поступать так, как он говорит, то Бог со своей стороны будет верен в своих обетованиях, ведь Бог не зря говорит, испытайте меня и вы увидите, вы увидите, как я и залью благословение на вас. Человеку часто не хватает веры, вот этого вот доверия. Почему апостол Павел когда говорит, что мы спасаемся в нашей жизни, то есть спасение не как просто решение наших жизненных ситуационных вопросов, но спасение как ценность Царства Небесного, Царства Божьего, которое Бог желает привести всех людей. Так вот, эта вера, она, Бог не ожидает от нас, чтобы она была действительно такой яркой, 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 когда вот все прямо видят, о, это человек такой верующий, какими часто себя представлять пытались и фарисеи, вот внешняя показная вера. Эта вера, она может быть глубоко сердечной, но наличие этой веры, оно изменяет человека. Я много могу говорить о том, что я верующий человек, я много могу говорить о том, что я верю в Бога, но то, что происходит с моей жизнью, как я живу, как я себя веду, это реально свидетельствует о том, есть ли у меня вера или нету. Ну да, как и написано, вы письмо Христово. Каждый из нас, конечно же, в своей жизни подтверждает своим образом жизни вот наличие своей веры. Мне не так давно довелось в форуме наблюдать беседу двух молодых людей, которые, значит, один упоминает имя Бога, а другой ему отвечает... Это в интернет-форуме, чтобы понятно было нашим слушателям. Значит, другой ему отвечает, не поминай имя Бога в суе. И тут же в следующей фразе пишет очень грубые, чуть ли не ругательные слова. И я пытаюсь как бы... Совместить одно с другим. Совместить одно с другим. У меня возникает вопрос, если ты человек верующий, который почитает Бога, как же получается совмещается вот в твоих устах ругань, а с другой стороны поминание имени Бога, и ты вроде как беспокоишься и переживаешь. И вот здесь как раз Господь желает нам сказать о том, что вера-то наша, она проявляется в нашей повседневной жизни, в том, как мы живем. И если мы пребываем в вере, она будет расти, она будет расти, и наличие этой веры будут видеть и ощущать окружающие. Я не буду просто только называться верующим человеком, но это будет реальность того, кем я есть. Хорошо. Тогда практический вопрос, потому что сегодня нас смотрят люди, которые задаются вопросом. Хорошо. Вы объяснили, что вера может возрастать от горчичного зерна до большого дерева. Каким образом? То есть это все делает только Бог, или же и моя часть усилий должна быть приложена к божественным свершениям? Конечно, первый шаг в жизни человека это принципиальное решение встать на позицию человека. Именно самого человека. Принципиальное решение встать на позицию Бога, встать на его сторону. Это вот как момент, о котором мы говорили, когда обсуждали притчу о блудном сыне. То есть встану, пойду к отцу моему. Это момент, когда человек принимает решение, не кто-то за него. То есть этот момент можно считать вот тем самым горчичным зерном, да? Начало, вот это вот маленькое горчичное зерно, которое имеет возможность вырасти. Но для того, чтобы вот эта вера, вот это решение, оно могло дальше расти, оно нуждается в том, чтобы человек сделал некоторые шаги. Такими шагами в жизни христианина может быть молитва, когда человек молится Богу, когда человек приносит Богу свои какие-то нужды, или же вот свое даже решение, и то в молитве исповедать Господу, Господи, я в своей жизни хочу, чтобы вот то-то получилось, чтобы я изменился в этом, чтобы в моем характере изменилось то или другое. Может быть, это будет молитва даже за какого-то горячо любимого близкого человека, который побудет человека сделать вот этот первый шаг, потому что он не хочет терять то дорогое, которое у него было в жизни, и может быть вполне так, что вот этот первый шаг будет как раз, что он будет взывать Господу спаси моего ребенка, или же мою маму, или мою супругу. Безусловно. Вы знаете, я вспоминаю одну историю, которую мне рассказывал мой отец, говорит, однажды одна пожилая женщина прочитала в Евангелии вот эти слова Иисуса Христа относительно веры с горчичное зерно, которое говорит, если будете верить, то и горы будете переставлять. И у одной бабушки была одна проблема. Ее дом находился внизу возле подножья горы, и солнце получается у нее заходило очень рано, и у нее наступали сумерки очень рано, и она решила помолиться Богу. И вот однажды вечером она молится Богу, говорит, Господи, ты сказал, что если я буду молиться, то и горы могут быть передвинуты, передвинь эту гору, чтобы у меня как бы вот солнышко было дольше. На следующее утро она проснулась, выглянула в окошко, гора на том же месте. Она говорит, а я так и знала, что она никуда не сдвинется. Вопрос, так была вера у бабушки. Как часто в нашей жизни происходит подобное, когда мы о чем-то говорим Богу в молитве, Господи, вот то и то. А подсознательно и не верим. А подсознательно мы не верим в это, что это в принципе может быть. Это как отец того юноша, который страдал болезнью подучей, и он говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. Но он веровал, потому что он как раз, его вера привела к Богу, и он осознавал свою нужду, он осознавал слабость своей веры, и он стоял на этой позиции уполнение Бога. Ну, а в случае вот с этой бабушкой вера, конечно, была, ну, будем говорить, соломенная, да? И вот здесь как раз, вот здесь как раз Бог сегодня приглашает каждого человека, делая шаг веры, свою веру поддерживать в молитве. Если обратимся к Священному Писанию, то мы услышим от Господа из Священного Писания наставление для каждого дня нашей жизни, как нам переносить те или иные трудности в нашей жизни. Или же Бог может через Священное Писание дать принципиальный совет, как нам нужно поступать в той или иной ситуации. И когда мы прислушиваемся к Слову Божьему, тогда действительно вера наша будет приводить к тому, что мы будем возрастать. И наступит момент, когда, может быть, мы окажемся теми людьми, к которым другие смогут прийти, чтобы получить утешение, поддержку. Тогда вот это Царствие Божье, наполнив нашу жизнь, оно будет изливаться через нас и на других людей. Как сказал Господь некогда Аврааму, в тебе благословятся все народы. И эта вера, которую Бог нам дает, она не опирается на мудрость человеческую. Никто не сможет научно каким-то образом объяснить и доказать. Невозможно объяснить научно или дать научные исследования о том, как вера переставляет горы. Невозможно найти доказательства этому. Но опыт веры может приводить к многому и переменам в жизни человека, я скажу, и к чудесам. И даже к переменам всего общества. Безусловно. Вот мне очень нравится стих апостола Павла, первая Коринфянам, первая глава из 26 стиха, как раз вот об этом. И я удивляюсь всегда, как созвучно и гармонично священное писание, когда одно место дополняет другое и продолжается третье. Вот как звучит этот текст. Потому что немудрое Божье премудрее человеков и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Вот, наверное, это главный принцип, когда то малое и, казалось бы, ничего незначимое начинает расти, захватывать все больше и больше внимания человека и всего сообщества, и становится большим деревом, в котором и птица укрывается, и оно дает приют уставшим путникам. Что ж, может быть, дорогие друзья, кто-то из вас тоже такой уставший путник, и вы нуждаетесь в отдыхе сердца и покое для души в том плане, чтобы обрести ту гармонию веры, о которой говорит Иисус Христос, и быть сопричастниками Царства Небесного. Тогда эта притча путеводитель и для вас. Имейте малую меру, веру, имейте хотя бы малые дела, но пусть они начнут проявляться в вашей жизни, и тогда вы увидите, как Бог будет помогать вам, поддерживать вас, поднимать над обстоятельствами и сделает вашу веру большой, подобно горчичному дереву, о котором говорится нам в этой притче. Мы завершаем эту программу и желаем вам всего доброго, но мы ждем вас на новых выпусках программы «Библейский час». Всего вам доброго и благословений от Господа. До свидания. До свидания.